Туника С этого момента Туника в значительной степени ведет тебя к открытию и интерпретации мира так, как ты считаешь нужным. Все кончено. Сходство с серией Легенды о Зельде на ранней стадии работает как своего рода стенография для руководства, поскольку даже указатели составлены на иностранном языке и разборчивы только определенные слова. Ты будешь искать меч, наткнешься на щит и пройдешь подземелья, заполненные врагами. Но некоторые из первых предметов, которые ты соберешь в своем путешествии, это страницы руководства по эксплуатации в стиле NES. Эти страницы в основном находятся не в порядке, но, как правило, дают вам нужное количество указаний, слепую вводя вас за нос по загадочному приключению Туника. Например, информацию для улучшения вашего персонажа можно найти на странице руководства и без нее. Я бы предположил, что мне потребовалось бы на несколько часов больше, чтобы понять, как это сделать, поскольку функциональность всегда была там. Но это лишь небольшой пример того, какие большие откровения приготовила для тебя Туника. Вовсюду есть секреты. Темные проходы, потайные двери и скрытые короткие пути насыщают мир. Сундук, находящийся в недосягаемости, обычно требует просто острого взгляда и усердия, чтобы проложить к нему путь, который на первый взгляд кажется невидимым. Это не значит, что другие секреты не потребуют использования специальных предметов. Ты найдешь новые инструменты, которые позволят тебе ориентироваться в мире так, как ты просто не мог раньше, предоставляя доступ к новым областям и, конечно же, к новым боевым возможностям. У твоего способного леса есть комбой из трех ударов, который бросается на врагов в финальной атаке. Ты можешь нацеливаться на врагов, чтобы обойти их, и можешь защищаться или бросаться для защиты. У тебя тоже есть парирование, но у него комично длинный и драматичный финал, так что я счел его в основном бесполезным. Сочетание типов врагов предлагает достойную проверку твоих навыков, поскольку оно может либо сокрушить тебя ордами, либо заставить отступить с помощью заклираний и снарядов. Твой арсенал расходных предметов, таких как бомбы, находка для сложных столкновений, но не менее полезны твои специальные предметы, такие как палочка, которая стреляет снарядами. К сожалению, я обнаружил, что в целом разочарован системой наведения на цель. Он регулярно фиксировался бы на неправильных врагах или даже взаимодействующих объектах в середине боев, что привело бы к довольно дешевому урону при попытке перейти к правильной цели. Встречи с боссом прошли лучше, но я не могу сказать, что они были такими веселыми, как мне бы хотелось. Но, честно говоря, бой редко бывает большим розыгрышем для такого рода игр. Чувство исследования и желание раскрыть все, что ты можешь в современном мире, очень сильны. Игра делает безупречную работу, открывает для тебя новые области по мере того, как ты прогрессируешь, постоянно переосмысливая старые с новыми способностями или информацией. Это доставляет тебе приятные моменты и облики в обычном темпе, но также заставляет каждый новый чувствовать себя в несколько раз более впечатляющим, чем предыдущий. Сильная визуальная идентичность стран, по которым ты путешествуешь, очень помогает вспомнить, где находится что-то важное, чтобы ты мог вернуться к нему. Туника выглядит восхитительно уютно, с кустами, похожими на мягкий войлок, и заниженными звуковыми эффектами для таких вещей, как переключатели и мосты. Его презентация с диорамой выглядит великолепно в мощном освещении игры. Он не уклоняется от того, чтобы наполнить тебя страхом, когда захочет, так как он может перевести свою профитуру с успокаивающего пианино на драматическое техно, когда ты в большой драке. Туника оставляет отличное первое впечатление, но это только верхушка айсберга. Спустя 15 часов я все еще просматриваю сервер Дискорд для прессы в поисках попыток разгадать многие тайные игры. Это игра, которая требует времени и сотрудничества для полного анализа, и для нее это грандиозный и полезный опыт. Туника выходит 16 марта для ПК, Mac, Xbox One и Xbox Series X и S. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok